Здравствуйте, мои любознательные телезрители! Вы наверняка уже заждались очередного выпуска занимательной и познавательной передачи «Культ Просвет». По своему обыкновению я, Екатерина Старосветская, постараюсь дать вам очередную порцию новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, будет интересно! Итак, «Культ Просвет» традиционно начинается с обзорной экскурсии по событиям культурологического характера в рубрике «Пятидневка за 5 минут». Лауреаты фестиваля «Одинцовские самоцветы» участники хора ветеранов Лира отправились на автобусную экскурсию в древний город Дмитров. Он находится всего в 65 километрах к северу от Москвы, а имеет многовековую историю. В прошлом году местные жители отмечали 860-летие родного края. Автобусная экскурсия музыкального коллектива по старинным достопримечательностям сопровождалась, конечно же, песнями. Париж от танго, оркестр играет, а честь в сердце замирает. Городу Голицыно в этом году исполняется 145 лет. В сценарии масштабных празднований вошло несколько грандиозных творческих событий, в том числе первый фестиваль авторской песни «Пою тебе мое Голицыно». В конферансье творческого вечера стала популярная телеведущая Тута Ларсон. Признаний, добрых слов, громких поздравлений, а также музыкальных композиций в адрес любимого города за весь праздник было исполнено немало. Любительский бродячий театр «Хобот» выступил с интерактивным спектаклем для жителей города Одинцова. Служители муза Мельпомена подарили всем гостям настоящий праздник, организованный под открытым небом. Коллектив театра сам создает сценарий для своих театральных постановок, а затем организует публичный показ, тем самым приобщая юных зрителей к искусству с раннего возраста. И после краткого обзора культурных событий нашего района, я бы хотела торжественно объявить тему культпросвета на сегодня. В этот раз я хочу поговорить с вами о физической культуре. Во многих странах спорту уделяется большое внимание, а также количество свободного времени. Большинство современных людей, вне зависимости от возраста и статуса, начинают свой рабочий день с утренней зарядки или пробежки на свежем воздухе. В нашем районе физической подготовки подрастающего поколения уделяется должное внимание. Давайте с вами прямо сейчас в этом и убедимся. Итак, в рубрике «Welcome to Russia» я приглашаю всех желающих посмотреть, какой спортивный интерес умеется у молодежи в сельском поселении Барвихинское. Добро пожаловать! Физической подготовке подрастающего поколения в Барвихе уделяют огромное внимание. Половина развлечений на любом местном празднике носит спортивный, а где-то даже и экстремальный характер. Уникальность в том, что это первый раз за последние 10 лет, когда закон о местном самоправлении вступил в силу, почему и такой размах получился. Приятный для людей, потому что мы сделали в этот раз все сами и не для галочки. При максимальном участии местных жителей. Вот она разница. Уже десятки людей подходят и в сравнении, конечно, размах и массовость, и привлечение людей не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами. У нас на позапрошлой неделе состоялось беспрецедентное событие. У нас уже постановлением руководителя администрации создана муниципальная автономная организация по развитию физической культуры и спорта. Но даже до ее создания сейчас мы уже не начинаем, а восстанавливаем спорт. Начиная от детского, именно детского. То есть у нас сейчас даже в мини-футболе уже занимаются с 2010 года рождения по 2000-й. Более 125 человек. Бесплатно. Тренеры у нас работают по мини-футболу высшей категории, даже с лицензией УЕФА. Все занятия у нас за счет бюджета. Поэтому это уникальная ситуация, я считаю. Здесь каждому дается возможность продемонстрировать публике свою ловкость и смекалку на велотреках или турниках. На сегодняшний день стало популярно такое спортивное движение, как кроссфит. Это комплекс упражнений, направленный на улучшение физической подготовки, развитие реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующий активных физических действий. Нормы ГТО, как раньше их называли в Советском Союзе. Для прохождения норм по ГТО необходимо определенное количество приседаний, отжиманий и прыжков на определенную высоту с полностью выгнутыми ногами. Но не только прекрасная половина человечества вышла на площадку проверить свою физическую подготовку. Представители сильного пола вскружили голову всем присутствующим девушкам своими атлетическими фигурами. Наша дисциплина кроссфит, она сейчас очень популярна и везде, и в Америке, и в Европе, и в России в том числе. И в России она вообще имела давние корни, так скажем, еще со времен СССР. Это наши всем известные нормы ГТО, общее физическое развитие. И вот администрация, Барвихи в частности, решила как-то уже начать развивать это, поддерживать, привлекать молодежь к, скажем, здоровому образу жизни. И всячески это пропагандировать, это действительно хорошо. Плюс молодые люди имеют возможность подготовиться к службе в вооруженных силах. Я считаю, что это очень хорошая возможность укрепить свое тело, дух. Эти дисциплины, они нам всем известны со школы, да? То есть это бег, лазание по кранату, гимнастические упражнения, подтягивания, отжимания, различные там подъемы-переворотов, то есть работа с гирей, с весом. То есть это всем известные дисциплины, в том числе и легкая атлетика, бег нормативный на километр, на три километра и более. Все это вводится в определенные нормативы, компонуются в такие комплексы и сдается. Раньше в СССР давали за это значки. Человек мог, обычный гражданин, ходить, гордиться тем, что он может, так скажем, показать, похвастаться своим физическим состоянием, возможностями. Для некоторых людей кроссфит – это просто регулярные тренировки, а для кого-то – любительское хобби. А для определенной группы неравнодушных к спорту – это целая жизнь и философия, которая заключается в создании универсального спортсмена, готового к любой жизненной ситуации. А теперь я хочу поговорить с вами о другом спортивном направлении в физической культуре – ворк-аут. Это разновидность физкультурных занятий, при которой все упражнения выполняются преимущественно на уличных конструкциях, таких как турник, брусья, горизонтальные вертикальные лестницы, вкопанные колеса, лавки – в общем, все, что может поспособствовать совершенствованию здорового тела и крепкого духа. Воркаут имеет ряд преимуществ и полезных свойств. Уличные спортсмены приобретают высокие физические показатели и рельефные фигуры без такой нагрузки на сердце, какой можно по неопытности получать при силовых тренировках с отягощениями. Кроме этого, большинство людей при уличных занятиях, которые запросто можно назвать тусовками, приобщаются к активному и здоровому образу жизни. И давайте сейчас посмотрим, как обстоят дела с воркаутом в городе Одинцово. Я хочу познакомить вас поближе с замечательным человеком, который пропагандирует здоровый образ жизни среди своих ровесников – Александром Абдухаликовым. Он является лидером и основателем стрит-воркаута в Одинцовском районе. Итак, к вашему вниманию рубрика «Даешь интервью». Саша, привет! Расскажи о вашем молодежном движении «Воркаут». Мое молодежное движение «Воркаут» – оно не совсем уж мое. Это движение уже формируется на протяжении 8 лет. Началось это все в Америке. Основано на том, что простые физические упражнения, типа подтягивания, отжимания, делают везде, когда угодно и где угодно. Турник – это просто упрощенная версия. Наверное, идея не такая уж и далекая, поскольку наши отцы тренировались еще в своих дворах и назывался это когда-то ГТО. Кстати, сейчас она возрождается. Саша, скажи, а ты как давно занимаешься этим движением? О своих личных успехах? Ну, начал заниматься «Воркаутом». Тогда, когда я даже об этом не знал, у меня отец повесил дома турник, и я начал потихоньку подтягиваться. Ну, активно занимаюсь два года и потихоньку-потихоньку вот развиваю свою команду и общение движения в Одинцовском районе. Достижения, ну, призовые там места беру в Москве, по Московской области и в Одинцово. Саша, а расскажи про ваши тусовки. Как вы проводите время? У вас так много народу, такая большая тусовка. Как вы проводите время помимо турников? Ну, основные тусовки проводятся на Одинцовском стадионе. Мы приходим в компанию, списываемся. Погнали тренинг? Погнали. Включаем музыку, начинаем фристайлить, делать элементы, закачивать базу. Новые люди к нам приходят, ну, скорее всего, во время новых мероприятий. Приходят люди на мероприятии, посмотрели. О, классно, давай я попробую. И втягиваются временем. Также у нас есть группа ВКонтакте «Ади Варкаут». Там публикуются новости о мероприятиях, тренировках и тому подобное. Также нас можно найти благодаря победе жизни. Мы сотрудничаем очень близко. Классные ребята тоже проводят тусовки, и мы к ним подстраиваемся, они под нас. Саша, как ты считаешь, а какое будущее у этой массовой молодежной субкультуры? Она будет развиваться, какое у нее будущее в дальнейшем? Я думаю, она уже достаточно популярная. Плюс варкаута в том, что тут не требуется каких-то финансовых вложений. Ты приходишь просто на стадион, либо же во двор, где сейчас учту есть турники, и начинаешь просто заниматься. Своё удовольствие. Сейчас уже в каждом городе, в каждом населенном пункте есть уже своя маленькая группа компаний, которые занимаются варкаутом. В дальнейшем она только будет развиваться. При ответе на вопрос, что такое варкаут, не совсем правильно будет назвать его видом спорта. Официально такого статуса он пока не имеет ни в одной из стран мира, хотя по нему устраиваются уже международные чемпионаты. Учитывая его массовость, популярность и с каждым днем рост количества поклонников, не исключено, что уже в скором времени ситуация может измениться и выйти на совершенно новый уровень. Варкаут! Победа! На этой позитивной ноте занимательная передача Культ Просвет подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы почерпнули для себя много новой и полезной информации. Не теряйте в себе дух неиссякаемого творчества и каждый день преображайте мир вокруг себя. Как гласит греческая мудрость, в здоровом теле – здоровый дух. Стоит напоминать себе об этом ежедневно. С вами была Екатерина Старосветская. Всего вам доброго и следите за следующим эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова